Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Не чтоб мог я так и смеяться и смеяться, потому что это человек. Конечно, я понимаю, что он челекомик. Или кто ты там? Челекомик. Ну, говори-говори. Анекдоты, да, в стране. Но то, что он говорит, это все смешно. Сейчас я воное время, говори даже. Не, почему я воное? А то, а че? Это наше время? Наше? Просто у дитпучи каждый завоевывает свою тактику. Вот как они, допустим, это. Кто? Ну, это, которых ты не любишь. Халифилдус или Джонс. Я вообще не понимаю, я вообще не понимаю про что. Я не знаю, это же... Я журнал Рынх не читал ни разу. Какие-то Копперфильдусы у него. Это что, мужчина? Современный мужчина? Где он рос? В какой он был песочный, в каком дворе? Это от тебя, Джордж? Падла! Пока я за твой район биться ходил... Так что? Что? Ты учительница по рисованию щупал. Ну, так и что? Я еще не получал. Все, чем мозг комью. Получал один разоточку даже. Я горжусь. Я горжусь. Я когда ухожу на пляж... Не горжусь. ...дети разбегаются. Готов бадминтон. Я в бадминтон могу, ты знаешь что? У белку попасть с бадминтоном. Ты думаешь бадминтон? Вот многие ржут. Бадминтон, бадминтон. Жалко белка у тебя попасть не может бадминтоном. Не может. Не может. Я просто верткий. Я уход на лесу, мне, кстати, первый раз рад. Он что-то говорит такое. Вот что говорит, непонятно. А что это по тебе говорить? Ну, давай твою тему. Допустим, вот кто кому, наваляя, Гренвы или Фазбинды? Ну, вот... А кто это? Гемик, не знаю. Ну, ты же Гемик. Ты же говоришь, что Аны Геми. Аны Геми. Я знаю... Какие Фазбинды? Что-то он где-то... Ну, кто у тебя? Ян вчера. Кто у тебя? Ян вчера его свозили в северный поселок. Ему школьный пинжак новый покупали. Не школьный, а... А я обшался. Обшался, на обшался. И мастерку вам. Очередной где-то в сортюре журнал посмотрел. Аж... Аж... Аж два... А шляпу мне это рили. Ага. И подписал, да, у них были на соревнованиях. Я хожу в соревнованиях, я там заряжаюсь. И наука, кстати... Я вас с электрички с футбольными фанатчиками ехал. Ну и что? Заряжался я. Аны... Есть чокнутые фанатчики. Аны называются... Есть, главное, есть. Три только чокнутые. Ну, чего? Все остальные гуманитарные. Все хорошие. Ага. А ты знаешь, что это просто наговаривают. Ты хочешь сказать, на стадионе 50 тысяч человек, и они все пришли подраться? Я думаю, да. Все пришли. Если бы 50 тысяч человек захотело подраться, то бы они дали вам все. Все бы ваше... Нет, так и... Го. То есть это... Нерешительно это... Как они это? Пенза общества. Понимаете? Это только... Знаете, как на стадионы ходят? Аны перед этим гастроном, винтом. И там уже как их развезут. А я это буду могу один раз. А вы каждый день, ваша эта прослойка, трутни, потому что... Кого я трутними называю, я не понимаю. Что от физического? Потому что ты еще приходишь к тренеру по джидо, а тогда 30 раз отжимания, пожалуйста, на пресс, делай и на коначи. Восемь раз туда без ног. Заткнись. Почему бы у собак, у коней такого нету? Почему такого люди... Собак, у собаки, они только рождаются, у них сразу спорт. Они гастронят. Один за одним, за одним, за одним, за одним подгоняются, и вверх в мешках ходят. Это у них игра. А что она сидит на звезды, смотрит. Ковырают у носу. И думают, а где там? А да? Что там? Что ты смотришь? Что ты смотришь? Нафиг оно тебе надо? Вот ты зал, здоровый мужик. Все, поеду, 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 блядь, постраду. А что? А что? А ваших, ну, а не лкаши, они же даже не могут сходить. А им все время надо что-то рассовывать, что-то. А я хожу регулярно. У них тонкая молекулярная чесет, еще молекулярно. Унитаз, сломал колдышей. Вот четко, да. Потому что я могу над своим скот. Потому что раскачал себе организм. Я руковожу организмом, я ему даю посыл с мозга. А у тебя организм дает посыл в мозг. У тебя с позвоночника посыл идет. Там тоже есть мозг, говоря. А ты смеешься. Ты знаешь, сколько с позвоночника. Ты смотрел фильм «Чужих»? Скелеты их не видел. Так у человека больше, чем у чужих. В одном только позвоночнике. И там у них шесть прослойки. Если один соскочить этот позвоночник... А ты знаешь, что... Совсем не до головы будет? А ты знаешь, что в голове нервных соединений больше, чем в атомной бомбе? Атомов. И... С каких атомов? С каких? С таких? В СМИ же любили. Я думал, он целый. Я смотрел у этого... Когда ел этот каннибал, и он там разрезал у одному голову. И он питался так. Это кино такое. И он ел мозг. И он гренки любил с мозгом. Вот. И он одному разрезал, а там никаких не было соединений. Да, так это... Суфле. Так это ж кино. Американцы просто... Еще раз суфле. Как? Они, говорят, и на Луну не летали. Они еще в студии это робят. Кто? Американцы. И скажешь, и Столони Ивана Драгу не победил? Не победил. Как не победил? На кино глядил. А Драга... Его же были мандомы там такие его на голове. Так это и так. Налепили чего-то. Налепили. Ты знаешь, сколько он тренировал еще, как было такое... Кто Столон? У него же карапет. У него же метр пятьдесят два. Столона карапет? Карапет. Кто? Йон метр девяносто четыре. Столон и столовая. Драга все время. Йон метр девяносто четыре, да. А как? Ну кино же такое он... Кино так и называется. Метр девяносто четыре. Пятьдесят два. Скажи, что ли? Это же, ну... Смешно. Есть? Так такое смешно. Есть маленькие спортсмены. Так я его камеры все время снизу беру. Борцы или гимнасты. Вон, кстати, этот, Газман. И он был гимнастом. Так. Газман. Ну, этот, про Лющи пел раньше, висит. Ага. А читай, Носква, это да? Ну, гэн, и он спортивный. Смотри, как он и так крутанется. И так, да. Поет говно, ну как крутится-то. Мне нравится, я люблю таких... А киделочек? Чтобы... Я люблю спорт... И пилцово-то люблю подготовленных. Хабы. Вот на фабрике. Они все спортивные. И крутится этот Чимачи, и этот крутится, и... Да, особенно жопер. Юны. Шопер крутится. Юны. А твой что, Корнелюк стал? Ну, ты... А я, Корнелюка, уважаю. За то, Юн, профессионал. За что, Юн, профессионал? У Юн, жабок. У него одышка. И он на сцену выходит, и у микро... Только Юн, Юн. Конечно. Это монограмма. А сочистки у него... Это монограмма, как показать, какой чашки... А до рояль садится, сосиски распухли. Хоча побелый, мы сразу на пять аккордов. Ну, не договаривайся, Корнелюка. За Корнелюка, кстати, нельзя говорить. Я уважаю его, но надо подкачаться, товарищ Корнелюк. Потому что в черном всю жизнь нельзя ходить. Уже все равно скоро не скроют. Зато экономично. Экономично. Зато с его спины можно носки вязать.